Всем привет! Меня зовут Таисия, и я предметный фотограф Таниса Хобби. Я создаю красоту, контент. Вы его можете найти в нашем телеграм-канале, в сообществе ВКонтакте, а главную мою работу вы можете найти на нашем сайте. Я фотографирую все наши новинки, товары, и мы делимся ими с вами. Сегодняшний наш урок, такой кратенький, небольшой, будет посвящен предметной съемке в домашних условиях при естественном освещении. Давайте сразу с вами разберемся, что такое естественный источник света. Это мы уже многие догадались, да, это наше солнышко, наш главный природный фонарик. Благодаря ему могут получиться абсолютно необычные, интересные, красивые фотографии. Главное разобраться, как правильно подать товар, да, или вот украшение в кадре, чтобы оно выглядело сочным, красивым и, главное, продающим. Потому что наши же цели, как мастеров, как людей, которые занимаются продажами, это создать красивую картинку, чтобы покупатель захотел ее купить. Мы не перестанем повторять, что главный успех продаж — это ваш контент и красивая картина. Какие же плюсы можно выделить у естественного источника света? Ну, во-первых, его бесплатность и общая доступность. Окно есть у нас у всех, но если как бы нету, то тогда есть улица. Еще один плюс, который я хотела бы отметить, это уникальность, наверное, свете. Потому что ни один фонарь не способен передать, например, солнечные блики, да, или особенный такой теплый свет от лучей вечернего заходящего солнца на ваших фотографиях, которые как раз и позволяют создать такую картинку уюта, приятности. И вот, на самом деле, искусственный источник света, он не всегда может это передать. А благодаря солнцу, нашему солнышку, это достигнуть на фотографиях можно. Что важно учитывать при съемке с естественным освещением? Это время суток. То есть есть у нас утро, день и вечер. Солнышко у нас находится под разным, светит под разным углом. И важно знать, это очень важно, какой свет в данный время, в данный час присутствует. Это все вы сейчас увидите дальше. Я специально подготовила вам съемки своих там украшений, своих украшений в разное время суток, например, утро, день и вечер, и мы с вами посмотрим. И я расскажу о каждой, о каждых особенностях в это время. Также я отвечу на один очень важный вопрос, который нам задавали многие мастера в нашем чате, когда мы обсуждали тему эфира. Что делать, если у меня теневая сторона, и как тут быть? Забегу вперед, такой спойлер небольшой. Это очень хорошо, что у вас есть теневая сторона. На самом деле, все хорошие снимки получаются при тени и при рассеянном таком освещении. Прежде чем мы перейдем к нашему мини-уроку, непосредственно к практике, я быстренько скажу про рассеянный свет, что это такое, для чего он нужен, и почему он считается одним из самых комфортных в съемке. Вы, наверное, видели, когда были на фотосессии в студиях, или видели в Light Cube, что на нем, на около лампочек, стоит вот такая полупрозрачная ткань. Что это такое? Это называется софт, ткань софт. Она помогает рассеивать тот прямой источник света, который направлен на изделие, создавая саму картинку более мягкой и аккуратной. Как же в природе выглядит этот рассеянный свет? Это пасмурная погода. Самая комфортная для съемок, на самом деле, как бы это удивительнее звучало. Поэтому не бойтесь фотографировать изделия при пасмурной погоде. Свет достаточно мягкий, не требует каких-то дополнительных модификаций с обработкой и с экспозицией. Весь наш мини-урок я буду показывать и проводить вот на таком своем подоконнике дома. Как вы видите, все по-домашнему. Итак, у нас утро, где-то 9 утра. И сейчас мы с вами будем знакомиться с утренним светом и с его особенностями. Мне повезло, у меня окно в теневой стороне, так скажем, расположено. Сюда не попадают прямые лучи солнца. И мне сейчас будет намного проще показать вам одну такую особенность утреннего освещения, которая очень зачастую портит фотографии. И иногда вы о ней узнаете только, когда уже сделаете красивые кадры. На самом деле, вот сейчас я смотрю по видео, в принципе, уже вырисовываются некоторые особенности. Вот, например, если вы заметили, сейчас камень вот белый, да, который, по идее, должен быть белым, он отдаёт желтизной. И желтизна эта вызывается позолотой, которая лежит. То есть утренний свет, он показывает все такие минусы, так скажем, нашего фона. Да, он отдаёт какие-то оттенки, которые нам не нужны абсолютно фотографии. И иногда это даже не может исправить ни экспозиции, ни дальнейшая обработка. Я вот развернула камеру, сейчас я вам покажу, какую особенность имеют кадры, сделанные в утреннем свете. Все места, которые на фотографии у нас находятся в тени, они приобретают синеватый подтон, который потом на фотографии будет очень сложно убрать. Даже если вы будете обрабатывать, высветлять, то всё равно синий, зелёный, ну, потом в дальнейшем синий из-за осветления, оттенок будет присутствовать на ваших фотографиях. Вот, смотрите, пока моей руки нету в кадре, вроде бы кажется, что всё нормально. Как только я вожу тёплую свою руку, тёплый оттенок кожи, посмотрите, как тень приобретает уже синий, зелёный оттенок. То есть если вы будете фотографировать своё изделие на руке, то учитывайте, что сзади ваш фон, он будет зелёным. Возможно, у вас получится поймать какой-то ракурс, да, но зачастую свет, как бы, он ездивист, утренний свет, да, и фотографировать при таком утреннем свете не рекомендуется. Одним из самых популярных мифов считается, что лучше проводить съёмку, когда есть прямые лучи и постоянный источник света. На самом деле это не так. Прямые лучи солнца, наоборот, скрывают всю картинку, и ваши украшения могут потеряться. Поэтому самым лучшим освещением для съёмки, вы сейчас удивитесь, но это пасмурная погода. Это природный естественный рассеиватель. Итак, сейчас у нас день, пасмурная такая погода. Как раз то, что я вам говорила в самом начале по поводу естественного рассеивателя. Вот смотрите, видите, уже вроде день, сейчас где-то 2 часа, да, и мы не видим такого прям яркого-яркого цвета на украшениях, он такой приглушённый, как будто что-то, что-то так вот, ну, рассеивает сероватым таким оттенком. Для обычной фотографии, когда вот вы сфотографируете, это достаточно темно. То есть, видите, цвет оранжевого, например, вот этих камушек, он не играет такими яркими красками. Здесь лучшим советом для вас будет это поднимать экспозицию на телефоне. Вот пример, видите, как до было и после. А сейчас я вам расскажу один такой лайфхак, который есть на каждом телефоне, и который вам поможет сделать красивые, качественные фотографии, если у вас, допустим, при недостаточном освещении или слишком затемнённой стороне. Итак, что на... вот на... так как у меня айфон, я могу показать, как это делается на экране. То есть, мы фиксируем, нажимаем, у нас появляется такое солнышко. И мы пальцем вверх поднимаем, видите, фотография осветляется. Далее, если мы солнышко уберём вниз, фотография затемнится. Вот прям совсем тёмная. То есть, мы подбираем с вами экспозицию, вот необходимый нам цвет, да, и фотографируем, допустим. Если мы хотим зафиксировать, да, оттенок какой-то, мы долго жмём, у нас появляется фиксация экспозиции фокуса, мы поднимаем фотографию и фотографируем. Тогда у нас уже вот эта настройка, она никуда не слетит. Какие есть секреты съёмки? Вот, например, если мы начинаем снимать наше украшение вот так, да, вот с этого ракурса, видите, либо поднимать вот так, всё равно остаются вот здесь у нас тени. И украшение по большей части своё затемнено, то есть оно потеряло свой какой-то блеск, и, например, золото не так ярко или жемчуг играет. Что мы делаем? Здесь важно запомнить, что при каждой съёмке есть свои ракурсы. Например, так как у нас сейчас такой рассеянный свет, у нас нет постоянного источника света, то есть постоянного луча какого-то прямого, мы с вами ракурс берём вот с этой стороны, то есть по направлению света. И видите, с этой стороны у нас жемчуг и позолота, она без тени, и уже украшение выглядит иначе, то есть вы здесь можете так вот подчеркнуть ваше украшение за счёт того, что свет падает с этой стороны. Так, а сейчас у нас такое небольшое прямое включение из нашего офиса, из комнаты, где создаётся контент. На самом деле чуть-чуть хочу рассказать вам про наше пространство, про освещение в нашей комнате, где создаются как раз все эти красивые картинки. Это как раз будет ответом на вопрос, а что делать, если меня теневая сторона? У нас комната, она полностью теневает, у нас есть одно окно, и солнечный свет сюда попадает, дай бог, с утра, да, и то лучи под достаточно острым углом, и чуть-чуть вечером, когда есть закатное солнце. А так в основном у нас вот такое освещение рассеянное такое, как мы уже, я уже до этого рассказала вам про, что такое рассеиватель и в чём его плюсы. Поэтому большинстве я расскажу вам по секрету, что некоторые фотографии своих украшений Татьяна фотографирует здесь. И как раз я вам расскажу, как использовать в домашних своих условиях вокруг себя атрибутику мебель, интерьер свой, как с таким светом, с теневой стороной сделать так, чтобы ваши фотографии были красивыми. Берите всё по максимуму. Мы с вами, так как у нас с вами домашние условия, нужно от всего, от интерьера, от дизайна брать по максимуму. Например, если у вас есть белый стол, белый шкаф, полки с книжными, серые шторы там или белый, или другого какого-то цвета, не знаю, подоконник белый, используйте это как своё фотопространство. Обратите внимание вот на занавеску. У нас вот такая плотная занавеска с двух сторон. Есть трибистая поверхность, а есть вот плотная такая, сплошная. Вот это главный наш фотофон. Хочу отметить про серый цвет. Серый – это один из самых универсальных фотофонов для съёмки, особенно бижутерии и украшений, так как он не слишком тёмный и не слишком светлый. На сером фоне хорошо будет получаться, в принципе, любые украшения. Тот же жемчуг, с которым нужно аккуратно работать, аккуратно снимать, перламутр, хлопковый жемчуг с его переливами. И, в принципе, любое покрытие золотой и родией будет очень хорошо смотреться. С камнями ничего не могу сказать. С камнями, в принципе, неудобно в плане света работать. Им всегда нужна дополнительная искусственная подсветка, чтобы как раз вот эти все грани некрасиво играли. И естественный свет, к сожалению, с этим не справляется. Поэтому мы сейчас вкратце, я вам покажу, как выглядят украшения на вот этом фоне. Вот у нас здесь также есть такая белая панель, это, ну, от Акана, да, конная рама. Как на ней тоже можно использовать свет. И главное, на что обратите внимание, ещё раз повторюсь, это теневая сторона. То, как сейчас у нас, кстати, пасмурно ещё, да, как свет падает на украшения и как они могут выглядеть в вашем телефоне, в кадре. Мы дошли, наконец-то, до моей самой любимой съёмки. Это съёмка в вечернем солнце. Такие фотографии получаются очень душевными и атмосферными. Итак, сейчас мы с вами вот как раз наблюдаем такое вечернее солнце, такое вечернее освещение. Это у меня подоконник, то есть самый обыкновенный подоконник. И это просто мраморная панель. Я на ней разложила украшения, примерно, какие у меня есть, чтобы показать, как выглядят родии, позолоты и различные камни жемчугом в вечернем освещении. Сейчас время у нас где-то половина шестого, может быть, шесть. И вот такие мягкие, плавные, тёплые цвета, они очень помогают подать картинке теплоту, душевность, такой уют. И часто при съёмке как раз вот украшений перламутра и жемчуг используют такой тёплый свет. Какую съёмку можно провести вообще в любом месте? Главное, чтобы ваше рабочее, так сказать, пространство, да, для фотосессии, оно было светлым. Какие есть нюансы у закатного солнца? Это то, что очень быстро солнце у нас уходит, да, и нужно вовремя поймать вот это освещение, разложить украшения красивые, да, под разным углом. И обратите внимание, главное, чтобы в кадр не попадала тень. Если у вас источник света он так, да, то есть идёт свет вот так, то вам нельзя стоять с этой стороны. Вот видите, сразу тень видно, откуда у вас что и светит. То есть вам нужно в любом случае фотографировать вот в этой области, то есть стоя напротив источника света, чтобы в тень не попадала в кадр. Итак, ещё какие нюансы при съёмке? Вам нужно выбрать светлую поверхность. Любой тёмный оттенок, он будет поглощать весь свет, и от украшения будет ничего не останется, да, то есть вы не покажете всю красоту и плавность вот этих пельё. Что касается других оттенков, то здесь нужно смотреть. Я обычно предпочитаю использовать светлые оттенки, светлый подоконник, но он часто как бы такой грязноватый, это лучше использовать какую-то подложку, например, ватман какой-нибудь. Он отражает солнечный свет, и ваше украшение становится как более подсвеченным. Наше мини-урок подошёл к концу. Я надеюсь, что вам наше видео помогло, я смогла вам передать немножечко своих знаний, да, и вам была понятна информация, которую я хотела бы вам рассказать. Если у вас появились вопросы или, например, я что-то забыла упомянуть, то пишите нам в комментариях, да, под видео, либо в нашем чате для мастеров. Мы обязательно обсудим их, я всегда на связи. Что хотелось бы сказать напоследок? Девочки, милые, главное — это практика. Из практики ничего не получится. Вы и украшения-то не научитесь делать, если не будете их делать. Поэтому что главное в съёмке? Пробуйте, играйте со светом, да, придумывайте разные вообще варианты, которые можно придумать, потому что всегда идея, вдохновение или красивый ракурс лично у меня получается вообще абсолютно случайно, да. Казалось бы, там, слишком темно, мне там не нравится, а я вот приложила, допустим, шведзы, да, и они так красиво там встали, что мне прям понравилась фотография, и получается реально здорово. Пробуйте. Вот вам, кстати, домашнее задание. Снимайте в разное время суток свои украшения, вот утром, днём и вечером, и посмотрите, как цвет будет ложиться на ваше украшение. Может быть, вы как раз и найдёте свой там ракурс, своё освещение, и это идеально подойдёт под вашу концепцию, например, украшения, под ваш стиль. Также я вам дам напоследок один совет. Чтобы вы лучше представляли съёмки, да, там, референсы какие-то придумывали, или больше у вас было идеи для вдохновения, это нужно тренировать на смотренность. Как она тренируется? Да очень просто. Мы все сидим в инстаграмах, в пабликах ВКонтакте, и наша любимая площадка – это Пинтерест. Залазим, смотрим красивые картинки просто в свободное время, там, на обеде, я не знаю, пока ребёнка там уложили, да, или в свободную минутку выдалось. Смотрите, наш мозг – очень сложное существо отдельное, да, он запоминает у нас самые такие детали непримечательные, которые нам, казалось бы, ну, мы не запомнили их, да. А когда только вот вы наводите камеру там на украшение, и он сразу у вас вспоминает какую-то картинку, которую вы там посмотрели год назад, и автоматически как-то происходит, что у вас рука там сдвигается, и вы сразу видите, как установить нужно, под каким там углом, как нужно положить украшение. То есть это вам поможет правильно сделать раскладку украшения, там, да, или сразу так настроить алгоритм фотографий. Я как делаю? Я подписана на очень многие группы ВКонтакте, да, для вдохновения просто красивых картинок, там, цвета, где разные, просто красивые люди, вот, вещи разложенные, и просто их листаю и смотрю. Это очень тренирует вашу способность сочетания цветов, способность раскладки красивой, да, подборе реквизита, то есть плюсов моря. Да, это может отнять времени, но это польза будет для того, чтобы вы смогли создать качественную картинку. С советами всё, надеюсь, они вам тоже помогут, вы попробуйте, и тогда давайте я пожелаю вам успехов, да, пробуйте ещё раз, пробуйте, я вас верю, Танисо Хобби всегда поддержит вас, мы всегда стараемся и верим, что наши мастерицы, если чего-то захотят, они всегда этого добьются, поэтому отличного вам настроения, и до встречи в Танисо Хобби. Танисо Хобби